Мальчику из Низипетровска, которого покусала бездомная собака, выплатят компенсацию. Этого добились прокуроры. Они подали в суд. Тот обязал администрацию перечислить семье ребенка в счет морального вреда 50 тысяч рублей. На первоклассника пес напал в октябре прошлого года по дороге в школу. В результате несовершеннолетнему были причинены телесные повреждения, психологический стресс и физическая боль. И вот за собак придется отвечать чиновникам. Жители поселка Старая Першина боятся выходить на улицу, ведь по соседству с ними живет любительница собак. Здесь появился человек новый, со своими принципами. Приехали они, изначально у них было три собаки. Жили они прямо в доме. В течение следующего года появилась еще, наверное, куча собак. Соседям такое явно не нравится, ведь вся улица в ямах, фекалиях, костях. А позже там поселились крысы. Местные пытались поговорить с любительницей собак. Да, это мои животные. Это открытый негатив. И он сказывается не только на содержании моих животных, но и полностью абсолютно на всем. Как выяснилось, договориться с женщиной не получилось, и местные жители написали коллективное заявление в суд. А этих собак заметили очевидцы около ДК Колющенко. Местные жители переживают за свою безопасность, ведь на животных нет бира, кошейников и намордников.